Утиген Габдулин не просто ветеран металлургического комбината, он один из тех, кто стоял у истоков развития черной металлургии Казахстана и не понаслышке знает о сложностях работы в Мартеновском цехе. Именно он стал следующим героем нашей рубрики «Стальные люди». Еще с детства Утиген Габдулин увлекался точными науками. В школе математика и физика давались будущему металлургу лучше остальных предметов. Неудивительно, что завод в ТУЗ по специальности инженер металлург стали плавильного производства Утиген Габдулович окончил с красным дипломом и был направлен в Мартеновский цех металлургического комбината. Трудовую деятельность, начало рабочим, прошел все ступени трудовой деятельности работы рабочим, бригадиром, мастером, старшим мастером, начальником участка, замначальником цеха и начальником цеха. И вот по воле судьбы так получилось, чтобы я оказался последним начальником цеха. О работе в Мартеновском цехе герой нашего сюжета может говорить много. Ведь именно там закалялся его стальной характер и проявлялись первые управленческие качества. Для него это была главная школа жизни. Особенно Утиген Габдулин гордится тем, что удалось поработать с теми, кто выпускал первую казахстанскую сталь. Я считаю, это специальность металлурга, в том числе от сталиплавильного производства. Это специальность. Это как космонавт. Работа тоже в экстремальных условиях. Это высокая температура, это продукция. Это надо просто видеть, как варится эта сталь, как выпускается эта сталь. После закрытия Мартеновского цеха Утиген Габдулович не испугался трудностей и продолжил карьеру в листопрокатном цехе номер один на Адьюстаже. Затем был перенаправлен на запуск участка Адьюстаж ЦГЦА. Через время был переведен на работу в систему менеджмента качества, где пришлось вновь начать с нуля. Работал аудитом. Завершил свою карьеру Утиген Габдулин руководителем отдела внутреннего аудита контроля качества. Сейчас опытный металлург с уверенностью говорит, что главное в работе – это любовь к своей профессии. Многие заканчивают институт по специальности металлург. Многие потом, ну не только металлург, многие по этой специальности не работают. Поэтому я думаю, что надо любить свою работу, относиться к ответственной работе, быть преданным к работе. Семья Габдулиных не понаслышке знает о металлургическом комбинате. Супруга Миркан работала инженером в Центральной лаборатории автоматизации и механизации. А дочери во время обучения в университете проходили на предприятии производственную практику. Старшая дочь, она проходила производственную практику у нас в Мартиновском цехе по экономике. А младшая дочь, она у нас проходила в отделе маркетинга нашего комбината. Поэтому, когда речь у нас идет про металлургию, они уже непосредственно знают структуру нашего комбината. Они понаслышке, да, и работают. И они даже интересуются, да, всегда, где бы они ни находились, работая комбината. Утигин Габдулин, как почетный работник металлургического комбината АО «Арселор Митал Тимиртау», стоявший у истоков его развития, стал участником праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею первой казахстанской стали.